Добрый день. Здравствуйте, уважаемые блогеры. 27 июня. Блогер от Перми, сотрудник КГБ, член КПРФ, активный коммунист, оппозиционер из Перми, Бессонов и Алексей Борисович. Я бы хотел сказать пару слов в поддержку, как ни странно, представителя правого блока, правого губернатора Никиты Белых. Я хочу сказать, что, естественно, что обвинение идеально по особой терпой статье, 290 часть 6, но мне кажется, что нет необходимости сейчас избирать первое пресечение заключения постарше. Почему? Ну, вы знаете, в деятельности губернатора, конечно, масса-масса нюансов, когда бывают, не оформляют вовремя и денежные средства, бывают, что, так сказать, ну, конечно, если это поборный прием, поборный, так сказать, наглый и циничный будет. И что он действует? Закон, ну, еще он говорит, что в хозяйственной деятельности губернатора есть масса-масса нюансов, связанных с оборотом на весны денег, средств и так далее. То есть, ну, если это не система, а просто, так сказать, работа, то надо с учетом всех этих обслуживаний оценивать деятельность губернатора и принесить решение в соответствии с законом. Ну, а необходимость, если вот сейчас избирать к меру преследования заключения под стражу, ну, вы знаете, я бы, например, так сказать, на месте Рокососледственного комитета, прежде всего, следователя, следователя принимают, так лучше не подумал, почему. Ну, во-первых, давайте откровенно, Белых был одну из реальных кандидатур на выборы президента от прав. Да? И, в общем-то, так сказать, по сравнению с тем, что было предложено стране в 90-е годы, а это Анатолий Чубайс с праволиберальными шоковыми реформами, практически геноцид был принят и так далее. Кстати, мы тогда формировали блок, назывался «Сталинский блок и офицеры за СССР». Нас называли левыми радикалами, сумасшедшими, но сегодня, кстати, все политические партии патриотически используют фигуру Сталина как знамя. А были первые мы, кстати. И вот, так сказать, если бы нам, да-да, пропустили нас в 99-м году в Государственной Думе, у нас была там мощная фракция. Фракция сталинистов и так далее в патриотическом блоке. Ну, случилось то, что случилось. И, в общем-то, вот с тем, что сегодня Белых уйдет из политики, уйдет из политической арены, то, к сожалению, правые снова окажутся без реального лидера, без реальной фигуры, которая, так сказать, смогла бы, ну, заявить, по крайней мере, об этом спектре на политическом поле страны. И сегодня и так поле, оно усеченное. Сегодня и так, так сказать, к сожалению, нам не хватает вот этой вот палитры многоуровной, да. Ну, сегодня проблемы большие. У левой идеологии, страшно привлекательную левую идеологию, Геннадий Андреевич, к сожалению, так сказать, вот превратил в то, что она превратилась, да. Ну, Едино-Россия я не говорю, потому что это про Убровское ПСС. У правых тоже сегодня, так сказать, там, черт богу сломает, и нет реальной фигуры, которая могла объединить. Еще раз говорю, 5-10% это реальный лидерат в правах. Малый бизнес, интеллигенция в крупных городах, научная интеллигенция, она вся тяготит к либеральным идеям. И я думаю, что Белых смог бы это все организовать, и в стране был бы нормальный спектр. По крайней мере, страна, общественность, мы соскучились по этому. Ну, вы вспомните, что такое были реформы Кайдара и Чубаса, да. Во многом это была реакция на тот колоссальный застой им кладбища, которое было устроено в годы Леонидовича Брежнева, который во многом проспал реформу практически, да. Хотя в экономике были очень серьезные шаги, которые приняли по, так сказать, модернизации экономики. Ну, вот так вот мы живем. Поэтому я бы на месте все-таки следователя. Понятно, что он руководствует с законом, и особенно особо тяжко. Но, тем не менее, не надо быть, так сказать, страусом. Нужно руководствоваться и той ситуацией, из-за которой складывается в фронте. Безусловно, тяжко поступление. Безусловно, необходимо квалифицировать эти действия. Но, тем не менее, надо понимать, что, в общем-то, так сказать, право – это не дубина. Это во многом, так сказать, скальпель. Им надо делать это очень аккуратно. Поэтому я хотел бы попросить от своего имени все-таки посмотреть возможность и не избирать жесткую меру пресечения губернатора Белых. Ну, и вот сюда подойти к этой проблеме со всей тонкостями, со всей сложностью ситуации. Спасибо, Ваш Бестонов Алексей Борисович.